Monopoly Ceramica получили патент на свою коллекцию Avant. Это очень интересная коллекция, состоящая из еще одной коллекции, имитирующей ремесленные практики, называется Clay, то есть глина. Здесь мы видим необычную форму у плитки коллекции Cupidon. Во-первых, это вытянутый шестигранник, во-вторых... Привет, друзья! Продолжаем обзор выставки CVSAMO 2024, которая проходит в Валенсии. В этом году у Monopoly Ceramica какой-то абсолютно волшебный стенд. Мне очень понравилось по дизайну, по подборке, по новым коллекциям. И в этом видео я с вами поделюсь своими впечатлениями. Ну, во-первых, нужно сказать, что компания Monopoly Ceramica получили патент на свою коллекцию Avant. Это очень интересная коллекция, состоящая из шестигранников и из таких вставочек, которые называют пикеты или лисы, как угодно. Ну, в общем, сама плитка, она сразу имеет вот эти самые вставочки. Это существенным образом удешевляет саму плитку, это существенным образом упрощает и ускоряет укладку. И то, что компания получила патент практически на весь мир, на это изобретение, а это действительно изобретение, это очень здорово. В этой коллекции более 60 различных дизайнов, то есть сочетание материалов и вот этих самых вставочек. Причем материалы абсолютно разные. Это могут быть какие-то мраморные текстуры, это может быть сланец, это вот как раз новинка этого шоу. Это может быть терракота, это может быть камень, ну и, конечно, это может быть какая-то графика. Собственно, цвет этих самых вставочек, он тоже разный. Там есть и некоторые с перламутровым эффектом. В общем, тут абсолютно бесконечное количество комбинаций может быть. И я уверен, что эта коллекция будет развиваться и дальше. И еще один важный момент заключается в том, что, собственно говоря, и сами плитки не повторяются. Там около 40 различных лиц в каждой вот этой серии, в каждой коллекции. И это добавляет абсолютно потрясающей уникальности и аутентичности. На этом новинки в формате гексагона не заканчиваются. Здесь представлены еще парочку тоже довольно примечательных. Во-первых, это коллекция, которая называется Radiant. Она имеет достаточно интересный, сложный графический рисунок. Он переходит от одной плитки к другу, и получается такой своего рода ковер. То есть, на самом деле, шов вы практически не замечаете. Шесть различных цветов предлагается. Очень нюансных, очень тонких. И, в общем, под стать этой тоже довольно филигранной графике. Еще одна коллекция более нежная. Она называется Alicante. Там мы видим своего рода листики. Ну, вообще, вот эти флоральные мотивы сейчас в большом почете. И эти листики, они еще очень интеллигентно акцентированы. За счет глазури, которая делает окантовку, она имеет небольшой такой глянец. И тоже имеет шесть различных цветов. Ну, и, конечно, важно отметить, что эти шестигранники являются керамогранитом. Соответственно, их можно укладывать как в помещении, так и на улице, так даже и в бассейне, если вдруг вы этого захотите. Ну, и также эта плитка прекрасно сочетается с огромной коллекцией различного рода кирпичиков от Monopoly. Потому что они в этом действительно большие специалисты. И здесь показывают аж целую грядку новых серий. Монте-Карло с очень неоднородной глазуровкой. То есть, имеет определенный разнотон и очень интересные, такие сложные цвета. Ну, вот, например, оливковый. Сардыния имеет новый трендовый формат. Вот это 5х40, то есть кирпичики более вытянутые. И здесь применяется глазурь, как бы хай-глосс или жидкое стекло еще называют, которое, безусловно, очень здорово играет на свету. И за счет рельефа, и за счет вот этого повышенного глянца смотрится очень нарядно. И тоже имеет очень сложные, необычные цвета. Кирпичики с Андреемо имеют схожий формат, но, в отличие от Монте-Карло, имеют более активную цветовую гамму. Ну, и, кстати говоря, кирпичики могут укладываться абсолютно по-разному. Можете укладывать в шов, можете укладывать в разбежку, как действительно кирпичная кладка. Можете укладывать елочкой, если захотите. Все кирпичики можно укладывать любым из этих трех способов. А вот что касается уличной коллекции, которая называется Бристоль, то здесь, конечно, больше подойдет классическая укладка как раз в разбежку. Бристоль очень интересна тем, что тоже имеет очень сложную глазуровку. То есть там она наносится в несколько слоев, и тоже есть определенные зоны, которые имеют вот этот самый блеск. Помимо этого, это плитка, которую можно назвать антиграффити. То есть нанести туда краску так, чтобы ее невозможно было отмыть, практически невозможно. Это также керамогранит, поэтому на улице можно использовать для облицовки абсолютно легко. Ничего не страшно, плитка абсолютно морозостойкая. Предлагается 7 цветов, которые имеют совершенно замечательный нейминг по названиям каких-то специй. Здесь и кардамон, и анис, и корица, и мускатный орех. Мускатный орех, кстати, выглядит действительно очень и очень натуралистично. Так что, если хотите иметь кирпичный дом, но достался газобетонный, то можно очень легко превратить в дом мечты. Каимбра и фару – это отсылка к эстетике португальских Азуледжо. Они немножко такие приглушенные по цветам. Естественно, это прежде всего голубая цветовая гамма. Ну и, конечно, они смотрятся очень интеллигентно. Если хочется чего-то более утонченного, то тогда стоит обратить внимание на коллекцию Гуделупа или на коллекцию Стелла, которая имеет более графичный, более современный дизайн, на мой взгляд. Если захотите сделать бассейн центром притяжения вашего приусадебного участка, то стоит рассмотреть коллекцию Рио. Во-первых, она имеет очень яркий рисунок, очень яркий паттерн. Во-вторых, это также керамогранит, соответственно, в бассейне ничего не произойдет. Можете смело использовать. И цветовая гамма такова, что цвет воды в бассейне будет просто абсолютно потрясающим. Настоящие карибы. Кстати, кирпичики совершенно не возбраняется сочетать с крупноформатной плиткой, имитирующей каменную породу. Это очень хороший прием. Я рекомендую его использовать. Но если хотите создать все-таки что-то более традиционное, интерьер в стиле кантри или то, что у нас зачастую называют прованс, то стоит обратить внимание на new country, то есть новое кантри. Тоже предлагаются достаточно интересные глубокие цвета. Эта плитка 15х15, есть фасонные элементы, есть декор, который продается квадратными метрами. Здесь мы видим растительную тему, которая предлагается в двух цветовых вариациях. Чуть более пастельная, приглушенная и чуть более ярко выраженная. В общем, сможете подобрать то, что вам по душе. Но если больше нравятся кирпичики, классические кирпичики, то такие тоже есть. Коллекция называется Artisan, классический формат 5х15 в различных цветовых вариациях. И опять же, каждая плитка отличается от другой. То есть действительно такой очень рукотворный эффект. И это касается абсолютно всех кирпичиков, которые представлены у Monopoly. Новинки и их презентация абсолютно потрясающие. Поэтому я предлагаю продолжить знакомство с ассортиментом Monopoly Ceramica. И давайте перенесемся в шоурум компании, который находится в кластере керамической промышленности Испании. То есть в зоне Кастельона. В шоуруме Monopoly обратим внимание прежде всего на бестселлеры и какие-то необычные коллекции, которые либо не встретишь вообще, либо не так часто встретишь. Как мы уже говорили, Monopoly очень хорошо работает с кирпичиками. И здесь представлена коллекция Jericho, которая как раз и является бестселлером. Разные оттенки есть, более крутальные, более натуральные. Но лучше всего продается Jericho Mix. Также здесь есть кирпичики с перламутром, очень нежные. И подойдут для маленьких девочек, которые чувствуют себя куколками Барби. Эта коллекция Miracle, она имеет очень необычный такой перламутровый эффект и очень нежные цвета. Ну, для девчач и ванная комната прямо вообще идеальна. А вот для молодого джентльмена подойдет коллекция кирпичиков Bora Bora, наоборот, с очень глубоким, насыщенным, синим, буквально-таки передающим цвет волн Тихого океана. Необычная форма у плитки коллекции Cupidon. Во-первых, это вытянутый шестигранник. Во-вторых, это очень интересные глазури, включая в том числе и по золоту. И очень неплохо смотрятся декоры с таким акцентным кантиком. Как мы уже выяснили, Monopoly очень здорово работает с шестигранниками. И здесь представлена коллекция Elements. Она имеет мраморные прожилки, причем довольно необычного оттенка. Они голубые. Эти шестигранники могут быть дополнены кирпичиками. И точно такая же история с формами в коллекции, которая называется Ореноко. Но здесь текстура дерева и в шестигранниках, и уже в более крупных планках 15 на 90, которые можно уложить в том числе на пол. Ну и, кстати, вообще Ореноко и Elements можно укладывать и на пол, потому что это керамический гранит. Точно так же, как и коллекции Chamonix и Mont Blanc, тоже можно укладывать на пол. Это имитация паркета, но с очень интересной деталью, потому что там есть контрастная вставочка. И это тоже, на мой взгляд, довольно необычный продукт. Такого я еще не встречал. Еще один бестселлер. Коллекция Мартиника в данном случае представлена в необычном коралловом оттенке. Очень здорово поработали с глазурью. Она дает необычный оптический эффект за счет неровности. Ну и, конечно, очень высокий блеск и определенные винтажные протертости добавляет этой Мартинике характера. Ну, как вы понимаете из названий, для очень многих коллекций вдохновением послужили различные тропические острова по всему миру. И вот как раз такой пример коллекции, которая называется Доминика. Она имеет матовую поверхность в основном, но с определенными включениями глянца. А цветовая гамма более приглушенная, более деликатная. Вполне возможно, соответствующая настроению этого островного государства. Несмотря на то, что коллекция Помпея появилась достаточно давно и уже стала бестселлером, она по-прежнему очень и очень актуальна. В этом смысле Монополь, можно сказать, оказались визионерами. Потому что сейчас терракота очень и очень популярна, находится в фокусе всеобщего внимания. Это шестигранники. Как вы видите, здесь огромное количество так называемых лиц, то есть повторение у плиток вы глазом практически не определите. И очень симпатичный декор с отпечатком исторического орнамента. Еще одна коллекция, имитирующая ремесленные практики, называется клей, то есть глина. Здесь мы видим традиционные рисунки, которые наносятся и наносились в Испании ручным способом. Но поскольку это керамический гранит, то можно использовать эту плитку без опасений на полу. С расписной такого сделать нельзя. Ну и, конечно, ее цена весьма и весьма привлекательна. Еще одна коллекция, представляющая нежные оттенки голубого, называется Буреаль. Их можно использовать как в моноисполнении, так и замешать по вашему желанию. Либо, может быть, даже сделать градиентную укладку. Точно так же можно поступить и с коллекцией Diamond, которая может быть как светло-сером, так и в более глубоких серых тонах, так и цветной. Как вы уже поняли, увлечение морскими путешествиями довольно глубоко в ДНК компании Monopoly. И они пошли еще дальше и создали отдельный бренд, который посвящен исключительно морской тематике. Он называется Maritima. Возможно, вы сталкивались с ней, потому что эта вещь очень выразительная и абсолютно уникальная. Ни у кого такого ассортимента нет. Началось все с коллекции Imperial. Это кирпичики в традиционных морских тонах, можно сказать, в цветах морской формы. Там разные декоры с гербом, с канатиками, ну и, конечно, очень необычные иллюминаторы. Мне кажется, эти коллекции очень здорово подойдут для молодых моряков, которые только лишь мечтают о том, чтобы выйти в кругосветное плавание. Ну и, конечно, с тех пор коллекция очень сильно разрослась и добавилось очень много новых и, опять же, тематических дизайнов. Искама, напоминающая чешую в разных оттенках и в том числе с рельефным декором, которым мы узнаем чешую поменьше. Причем эта искама может абсолютно по-разному укладываться, несмотря на то, что нам кажется, что, в общем, вариант-то всего один. Здесь также присутствуют и шестигранники, это коллекция Astro, опять же, в белом и очень насыщенном синем тоне и также с декорами. Я не могу выбрать, который нравится мне больше, потому что на синем мы видим золоченую полосочку, такую своего рода вышивку, отделку парадного морского костюма, а на белой мы видим очень деликатную сетку, которая заметна как раз при попадании лучей света. Если хотите чего-то более лаконичного, то можно обратить внимание на коллекцию Zenith. Это те самые вытянутые шестигранники, опять же, тематических тонов, с поверхностью имитирующие легкую рябь моря в штиль. И здесь также могут быть декоры с очень деликатной полосочкой, создающей определенный акцент. Хотите что-то более выдающегося во всех смыслах слова, то тогда стоит обратить внимание на коллекцию Eclipse. Это те же самые вытянутые шестигранники, только с фацетом. Альфа, возможно, более лаконичное решение, но не менее графичное. Здесь мы видим треугольники, тоже необычная форма для плитки. Треугольники имеют также легкую рябь, напоминающую нам о волнах, и они имеют разные оттенки, включая золотые и серебристые, для того, чтобы сделать акценты в самых нужных местах. Ну и, конечно, здесь тоже есть определенные возможности поиграть с раскладкой. Ну а если вдруг так случилось и вас укачивает на яхтах, но в путешествие все же хочется отправиться куда-нибудь в тропические, экзотические страны, то тогда можете это сделать в ванной комнате, которая будет отделана коллекцией «Робинзон». И здесь мы видим вот как раз эту тропическую тему. Декор состоит из четырех элементов, которые могут переходить один в другой, и, соответственно, эти тропики могут быть абсолютно бесконечными. Ну и, кстати, если вы обратили внимание, то здесь формат покрупнее. Такой же крупный формат есть и в морской тематике, и он смотрится, на мой взгляд, не менее элегантно за счет очень проработанного рельефного бордюра и цоколя. И здесь же рядом представлены крупные форматы от Monopoly Ceramic. Это коллекция Onyx. Это коллекция Galaxy. Очень такой фантазийный, искрящийся камень в разных оттенках. Это коллекция Fior di Bosco, имитирующая натуральный мрамор, но, опять же, в переработанном виде. И довольно лаконичная коллекция Augusto, которая, кстати, прекрасно может сочетаться с керамогранитом из Elements, потому что рисунок мрамора практически совпадает. Друзья, несмотря на то, что Monopoly Ceramic все-таки относительно молодая компания, относительно других производителей плитки в Испании, они успели собрать очень интересное портфолио с очень необычными дизайнами и занять свою, на мой взгляд, довольно интересную нишу. Стоит обратить внимание на их ассортимент. Когда соберетесь делать следующий проект, обязательно это сделайте. Ну а на сегодня все. Спасибо за внимание. Напишите что-нибудь приятное, поставьте лайк. Ну и, конечно, поделитесь с друзьями. Возможно, им тоже что-то понравится из многообразного ассортимента Monopoly Ceramic. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok